Достижения самарской науки оценили на федеральном уровне. Министр образования обещал поддержку аэрокосмическому кластеру. Из Самары в Уфу на два часа быстрее. Новый экспресс готовится принять пассажиров. Отдых с пользой. 320 волонтеров отправляются в Крым. У города тоже есть День Ангела. Сотни верующих прошли в Самаре крестным ходом. Где до революции был знаменитый рыбный рынок и почему улицу назвали лесной, если леса там никогда не было. Квест по купеческой Самаре прольет свет на городские тайны. Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов высоко оценил уровень подготовки кадров, которым славится региональная система образования. Глава федерального ведомства побывал сегодня в Самарском университете и в РКЦ «Прогресс». Отлаженная в Самаре система взаимодействия вузов и производства может вывести аэрокосмический кластер на новую космическую высоту. Во всяком случае, со стороны государства поддержка гарантирована. Аргументы выслушал Олег Зверев. Они не просто отличники, каждый в своей школе, но уже звезды науки высоких достижений. А сегодня награды за победу в многопрофильной Олимпиаде вручают министр образования и науки России Дмитрий Ливанов и губернатор Николай Меркушкин. Заседание Оргкомитета проходило в актовом зале Национального исследовательского университета имени Королева. Одаренные школьники – это наше бесценное национальное достояние, тот ресурс, из которого формируется будущая интеллектуальная элита нашей страны. Именно они создают особое творческое напряжение в молодежной среде, обеспечивают в конечном счете развитие нашего общества, нашей экономики, социальной сферы. Поиск и выявление талантливых детей, которые в будущем могли бы стать главными конструкторами, выдающимися учеными, которые обеспечивали бы развитие нашей науки и техники. Это не мода для нас, это веление времени. По словам министра, закономерно, что итоги Олимпиады подводят в Самаре. Министр в Заку оценил традиции образования в городе. Недавние победы самарского педагога в конкурсе «Учитель года России» тому подтверждение. И самое главное в регионе, в тесной связке находится школа, вуз производства. А с 1 сентября принимает первых учеников в Центр одаренных детей. Исключительно важно развивать у нашей молодежи та тягу к научно-исследовательской инженерной деятельности. Стимулировать абитурентов в поступлении на инженерные специальности. Решение именно этих задач способствует многокровневная инженерная Олимпиада «Звезда». В силу своей практической направленности, прикладного характера, она представляется особенно интересной не только для развития системы образования, но и для укрепления промышленного потенциала региона нашего, ну и страны, естественно, в целом. На самом деле победить было не так уж и сложно. Я совсем не ожидал, конечно, оказаться победителем, но, видимо, показал свои знания на уровне. Конечно, сказалось и хорошее образование в своей школе, гимназии. Самарский объединенный университет признан во всем мире как кузница высококвалифицированных кадров. Традиции и инновации показывают министру. В музее авиационной техники уникальные образцы двигателей, которые разработали самарские конструкторы в разные годы. На старших курсах многие студенты уже сами занимаются наукой и производством. Кам-центр Института адъективных технологий позволяет буквально с нуля создавать сначала прототипы, а затем и реальные воплощения деталей принципиально новых двигателей летательных аппаратов. Цех сборки РКЦ «Прогресс». Здесь создаются носители, аналогов которым еще не придумали, а реализуют уникальные проекты те, кто еще вчера начинал путь к звездам в стенах аэрокосмического университета. Чтобы система и дальше работала без сбоев, разрабатываются современные модели подготовки кадров. Объединенный ВУЗ делает шаг за шагом к тому, чтобы войти в топ-100 мира. Предприятие реализует самые смелые проекты. Пакет заказов под завязку. От первых шагов в техническом творчестве до космических высот. Самар уникальный город, который дает каждому возможность стать специалистом мирового уровня в аэрокосмической отрасли. В этом и есть суть кластерного подхода взаимодействия, образование, науки и производства. На совещании обсуждали опыт этого взаимодействия, которое признано наиболее успешным в стране. Со стороны государств «Зеленая улица» самым амбициозным проектом. И это, как ничто иное, будет способствовать возрождению статуса Самары, как космической столицы России. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Почти на 20 часа быстрее и в три раза интереснее. Такое самарские железнодорожники обещают сделать дорогу от Самары до Саратова и Уфы. Непривычными будут вагоны нового дневного экспресса. Их оформили с любовью к родному городу и не только. Как показали исследования, новый экспресс пассажиры очень ждали. Маршрут востребован. На что посмотреть в новом поезде, выяснила Марина Кравцова. Проплывающие за окном природные красоты – еще не все, что может привлечь внимание пассажира. Достопримечательности города повсюду. На дверях, на стенах. Так творческие на Куйбышевской железной дороге подошли к оформлению нового дневного экспресса Уфа-Самара-Саратов. Бонусы в этом дизайнерском вагоне буквально повсюду. Вот так едет турист из Уфы в Самару и думает, куда бы отправиться в первую очередь. А на стене уже есть карта знаковых мест, где изображены памятники, которые к тому же исполняют желания. Есть и карта Самарской луки. И обязательно календарь туристических событий, чтобы знать, когда вернуться в Самару в следующий раз. В составе будет семь вагонов – купейный, плацкартный и с сидячими местами. Вместимость поезда – около 400 пассажиров. В оригинальном оформлении будут три вагона по одному на каждый из городов. Здесь установлены кондиционеры и биотуалеты. И простор для творчества в стиле селфи открывается великолепный. Здесь вагоны с местами для сидений. Для пассажиров будет интересно встать, сфотографироваться, где-то что-то посмотреть. Время в пути от Самары до столицы Башкортостана – 6 часов 40 минут, что на полтора часа быстрее, чем в автобусе. Мы три региона уже совмещаем между собой. В этом его уникальность. То есть это первый на сети железных дорог, когда три субъекта федерации захватывают за один световой день. Утром составы будут отправляться из Уфы и из Саратова. В обед прибудут в Самару и поедут дальше, соответственно, в Саратов и Уфу. Останавливаться в пути будут почти на всех промежуточных станциях. В расписании ежедневные рейсы. Торжественный запуск первого поезда намечен на 10 июня. Марина Кравцова, Максим Гузев. События. А вот 320 студентов из Самарской области отправляются в Крым. Третий год добровольческая акция приносит результаты. Ребята помогают жителям Сакского района чем могут. Будущие специалисты профильных колледжей играют с детьми и восстанавливают памятники. В дорогу делегацию провожала Марианна Мирная. Они радуются дальнему путешествию. Волонтеры из Самарской области отправляются в Крым. Третий год Сакский район радушно принимает студентов в колледжи, которые готовы не просто отдыхать и купаться в море, но и оказывать помощь. Мы волонтеры, мы творим добро, поэтому мы хотим поделиться своим добром со всеми остальными людьми. Мы проходили многие курсы. Это начинает с социальных каких-то проектов, заканчивая как игротехники. Мы хотим помочь ветеранам, поиграть также с детьми, побыть на Дне России и также помочь восстановить какие-то памятники. Будущие педагоги, парикмахеры и даже художники-маляры. Они работают детскими аниматорами, бесплатно делают прически старшему поколению и восстанавливают памятники. В этом году для студентов подготовлена обучающая программа. На морском побережье из ребят будут делать волонтеров-координаторов, которым предстоит работать в дни чемпионата мира по футболу. Но все же главное в этих поездках – налаживание человеческих отношений. Когда тебя встречают как родного человека, дарят нашим ребятам варенье, пироги и цветы, очень приятно, что знают Самарскую область, передают приветы жителям Самары и Самарской области. И очень благодарны нам за многое, что нам удается делать. Они несут в мир, мир несут, мир, доброту, любовь, то, на чем все держится, от уровня семьи и заканчивая в уровне страны, всем человечеством. 320 ребят отправятся поездом в воскресенье, вернутся через две недели с новыми друзьями и рассказами о Крыме. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События. Улицы Антонова-Овсенка в Самаре обновят к началу ноября. Здесь запланирован комплексный ремонт дорожного полотна, тротуаров и газонов. Бригады будут работать практически круглосуточно. Минувшую ночь на улице уже начали убирать старый асфальт. Куда отправляется срезанный слой дороги, знает Валерия Макарова. Даем обороты, включаем автомат, включаем воду и конвейер. И поехали. Медленно, но верно эта машина срезает старый асфальт. Водитель Юрий Ромашкин рассказывает, управлять многотонной фрезой не так уж сложно. Все параметры выставляются после геосъемки. Специалисты определяют, сколько сантиметров и под каким углом нужно срезать. Избавиться от верхнего, изношенного слоя дороги необходимо. С этого и начинается комплексный ремонт. Всего на улице Антонова-Овсеенко нужно снять около 60 тысяч квадратных метров асфальта от Авроры до 22-го портсъезда. Фреза работает холодным методом, то есть на барабан с резцами подают воду, чтобы машина не перегревалась. Из-под нее выходит асфальтогранулят или крошка, как принято называть. Крошка никуда не уходит, ее везут в МП благоустройство. В дальнейшем будет определяться на нужды города. Работы на улице Антонова-Овсеенко стартовали еще в прошлом году. Тогда отремонтировали дорогу «Дублер» от Авроры до Советской Армии. Сейчас ее продолжают делать. Кроме того, взялись за основную проезжую часть. Работа идет круглые сутки. Ночью срезают старый асфальт, днем заменяют основание дорожного полотна. По графику фрезерования будет идти не менее трех недель, потому что площадь работ большая, как и глубина среза – 10 сантиметров. Комплексный ремонт предполагает обновление не только проезжей части. Ремонт тротуаров с применением асфальта бетона, ремонт газонов, замен средств организации дорожного движения, светофоры, дорожные знаки, нанесение разметки, пешеходные ограждения. Все работы на объекте планируется завершить до 30 октября текущего года. Комплексный ремонт дорог сейчас идет по всему городу. На улицах Ульяновская, Маяковская, Земица, Мариса, Тереза. Всего же таким образом отремонтируют 27 улиц Самары. Из них на 16-ти работы завершат уже в этом году. Везде применяется щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь. Она придает дороге прочность и водостойкость. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. В Самаре отметили День ангела города. Святитель Алексей Митрополит Московский считается его небесным покровителем. Сотни верующих прошли крестным ходом от Покровского собора до часовни на набережной. В числе паломников был и Олег Зверев. Память святого Алексея Митрополита Московского православная церковь отмечает в трижды в году. Осенью, зимой и летом. 2 июня – день обретения мощей святого. По многолетней традиции сотни верующих проходят крестным ходом от Покровского собора до часовни на набережной. Паломники чтят предания о том, как святитель, проезжая место слияния рек Волги и Самары, предсказал, что здесь будет великий город. Это было за 300 лет до основания Самары. Великий чудотворец и скорый помощник. Так верующие в молитвах обращаются к святому Алексею. Он считается ангелом-хранителем Самары, поскольку первый предсказал о будущем великом граде, в котором воссияет благочестие. Он же пророчествовал, что град сей никогда не будет разорен. К святителю Алексею христиане обращаются в разных житейских нуждах. В частности, об избавлении от глазных болезней. Известен случай, когда он исцелил от слепоты жену хана Золотой Орды. Возвращаясь оттуда, он, собственно, и оказался в Поволжье. А здесь о здоровье целого города молятся все православные самарцы. Молитва заступничества святителя Алексея, который молится, поэтому град сей не будет, как говорится, разрушен. И много чудес и милости Божьих на наш город изливается. Не стоит город без святого и село без праведника. Вот это покровительство, оно запечатлено в истории нашей церкви, в сознании нашего народа. Из поколения в поколение это передается. И реально в жизни мы, когда в трудный момент, чувствуем необходимость какой-то помощи, обращаемся, и они нам помогают. Сегодня православная Русь надеется на помощь святого Алексея еще в одном важном деле. В Московском Кремле начинаются восстановительные работы на месте чудового монастыря, который святой митрополит основал в середине 14 века. А в 20 веке монастырь был разрушен. Если его удастся возродить, это будет святыня вселенского масштаба, по значимости такая же, как храм Христа Спасителя и Новый Иерусалим. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Как построить успешный бизнес, обогнать конкурентов и не прогореть? Ответы молодые предприниматели отправились искать на улочке Старой Самары. За резными наличниками и в уютных двориках рассказ о судьбах знаменитых купцов по Волжье. Чему у них учатся нынешние бизнесмены, расскажет Марина Кравцова. Старт у речного вокзала. Тут же рассказ о набережной, где больше сотни лет назад не отдыхали. Здесь делали бизнес. Продавали, покупали. Начинающие предприниматели века нынешнего окунаются в историю самарской торговли. Самара далеко не сейчас стала центром предпринимательского дела, но еще и в 19 веке она была очень привлекательна для капиталов, для иностранных капиталов. В поход по Старой Самаре отправляются выпускники и будущие слушатели образовательного проекта «Ты предприниматель». Вместо экономики на этот раз их погружают в историю. Вверх по улице Венцика, по домам знаменитых купцов. Оживляются будущие акулы бизнеса на подходе к дому Сорожникова. Процветанию бизнеса владельца магазинов и первого в Самаре такси способствовала грамотная реклама. Он создает и финансирует кадетскую газету «Голос Самары», и впоследствии именно там он выкладывает все свои объявления. Вспоминают и Самару деревянную, которая горела, но как феникс возрождалась из пепла, буквально на глазах. Люди, которые занимались продажей строительных материалов, они обогащались за один сезон, они могли стать самыми настоящими королями. И одним из таких королей был Григорий Новокрещенов. Дом Новокрещенова – одна из первых каменных построек в Самаре и сегодня в отличной форме. А вот соседний, капитанский дом или дом с якорем, как утверждают экскурсоводы, потерял свою мачту. Она возвышалась над ним полтора века назад. А, кажись, экскурсанты на этом месте веке в 19-м мимо бы не прошли. В арку их заманил запах свежей только что пойманной рыбы. Дом этот принадлежал рыбному магнату-купцу Мясникову. А прямо во дворе и был рыбный рынок. Видимо, для купца деньги действительно не пахли. Не просто экскурсия, квест. Молодым предпринимателям предлагают ответить на вопросы викторины, проверяют не только внимательность и знание истории, но и основ бизнес-планирования. Как говорят организаторы, это еще один способ добавить в жизнь молодых людей, которые часами сидят за компьютером, реального общения. Мы решили сделать это общение немного насыщеннее, немного интересным, живое общение за рамках образования. Провели такую ассоциацию, что предприниматели 21 века окунутся в предпринимательскую Самару прошлых веков. Рассказали и секреты названий самарских улиц. Так на лесной деревьев не росло. Там разгружали лес, который приходил по Волге. Участники квеста сошлись во мнении. Самара – город удивительный, где невзрачный с виду домик может стать пособием, как стать успешным в бизнесе. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Такой яркой Самара не была никогда. Тысячи цветников появляются по всему городу. И про удаленные районы не забывают. В этом году зацветут управленческий и зубчининовка. Краши город делают и его жители. Далее предприниматели разбивают цветочные клумбы перед своими офисами. На цветочные экскурсии в промышленном и кировском районах побывала Марина Матвейшина. Пусть путь в кафе будет устлым цветами, подумали владельцы заведения общепита и соорудили прямо перед входом цветники. Питуньи радуют глаз не только клиентов, но и всех проходящих мимо. На благо бизнеса, на благо района. Очень нравится участвовать в возделительных проектах. Не один раз уже этим воспользовались. Это привлекает клиентов как молодого поколения, так и взрослого поколения. Рады помочь администрации. И очень приятно, когда и другие наши оппоненты, может быть, даже чуть-чуть конкуренты, тоже участвуют в этом. Предприниматели промышленного района с энтузиазмом встретили городскую программу «Цветущий город», принятую по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Пышным цветом зацвели клумбы у ресторанов, парикмахерских и магазинов. Районная администрация только подсказывает предпринимателям, в каком стиле оформлять входные группы цветами. Мы, скажем, задействуем в этом плане, что, говорим, примерно должна быть такая композиция. Конечно, можно на одной и той же Старозагоре или здесь, например, выставить разные предприниматели, могут совершенно различные свои воображения построить, и не будет полной гармонии улицы. А когда мы говорим, что в одном стиле, где они покупают, как покупают, это уже мы не касаемся в этот бизнес. Но общий стиль мы формируем. В промышленном районе высажено уже полторы тысячи цветников. Это для сравнения примерно четыре футбольных поля. Не отстают и в Кировском районе. Большие цветочные композиции появятся не только на центральных улицах, но и в отдаленных. В Зубчининовке расцветет улица Магистральная. Сегодня мы выполняем только горизонтальные композиции, но они имеют свою конфигурацию рисунка. Поэтому с применением различных посадочных материалов этот, будем так назову его ковер, он выглядит красиво. Впоследствии мы планируем и вертикальные конструкции, и ландшафтный дизайн с применением инертных материалов. В этом году по всему городу площадь цветников увеличится на 24%. Активное участие принимают и предприниматели. Они откликнулись на призыв городских властей участвовать в программе «Цветущий город». А потому, возможно, Самара станет самым цветущим городом по Волжье. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Расцветет и двор в советском районе Самары. Жители многоэтажки на улице Запорожская теперь будет из чего соорудить самодельные клумбы. Грунт им завезла управляющая компания ЖКС, назвав двор одним из лучших в районе. Это во многом заслуга жителей. Как общими усилиями привести в порядок двор, расскажет Алина Чемерес. Легким движением кузова машина выгружает землю, которую вскоре распределят по маленьким самодельным клумбам. Это подарок жителям от управляющей компании ЖКС за неравнодушие к собственному двору. У нас есть такой костяк жителей, которые активны, помогают, выходят, конечно, мы убираемся. Мы даже на одном-двух субботниках, когда убирались, сфотографировали, как мы работали, ну и фотографии друг другу раздали на память. Тех, кто поддерживает чистоту и порядок в своих дворах, компания ЖКС отмечает регулярно. На этот раз специалисты выбрали адреса, где проживают самые активные люди. Жители многоэтажки на Запорожской не ждут, когда все сделают за них, а сами готовы приложить руку к благоустройству двора. Чем лучше соседи договариваются между собой, чем больше они принимают активное участие в посадке цветов, в принятии решений по текущему ремонту, в принятии решений по капитальному ремонту. Если они сообща решают, тем лучше взаимопонимание с управляющей компанией, тем лучше принимаются решения, чем лучше становятся во дворе. На встрече с руководством ЖКС жители смогли задать также все интересующие вопросы, которые касаются содержания дома и двора. Алина Чемери с Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других темах дня. Установлена причина гибели пилота штурмовика Ил-2, найденного под Самарой. Напомним, в апреле 2016 года, в двух километрах от поселка Придорожное Волжского района Самарской области, при проведении земельных работ на глубине около двух метров, был обнаружен самолет 42-го года выпуска и останки пилота. Погибшим оказался младший лейтенант Иван Черкасский. И вот теперь выяснились обстоятельства гибели. 20 декабря младший лейтенант забрал боевую машину с завода и, пролетая над полями совхоза Рубежный, попал в сильный снегопад. Самолет разбился. Тогда была найдена только часть останков пилота, которые захоронили. Могила утеряна. В Самаре будут эвакуировать за неправильную парковку машины в районе улиц Димитрова и Молодежной, где идет строительство новой кольцевой развязки. Автовладельцев просят строго соблюдать требования дорожных знаков. Остановка запрещена на объездном маршруте, в том числе на кольцевой развязке улицы Георгия Димитрова и улица Молодежная. С ЕГЭ по математике были удалены три ученика А2 в Самаре за то, что принесли запрещенные справочные материалы. Один в Тольятти, у него был видеоплеер. Теперь они смогут пересдать экзамен только в следующем году. Всего экзамен сдавали почти 9,5 тысяч выпускников. Это второй обязательный предмет, который 11-классники должны сдать для получения аттестата. В выходные в Самаре пройдет грандиозный фестиваль набережных «Волга-фест». Внимание автомобилистам! 4 и 5 июня Волжский проспект от Осипенко до Студенческого переулка будет закрыт для движения транспорта с 15 до 23 часов. На этом же участке будет временно запрещена парковка транспортных средств в 7 утра до 23 часов вечера. 11 и 12 июня в Самарской области в районе села Ширяево пройдут открытые соревнования по скалолазанию. Гора Верблюд соберет сильнейших скалолазов, которых ожидает около 80 трасс на специально подготовленных скалах. Зрители смогут не только посмотреть на эти соревнования, но и поучаствовать в них. На фестивале будут работать инструкторы, которые обеспечат безопасность и помогут новым участникам испытать свои возможности. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре проходят международные соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги». 16-й турнир, 16 команд. Беларусь и Казахстан. Россию представляют лучшие спортивные школы Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов по Волжье. Выиграть турнир в соло-дуэте и комбинированной программе могут спортсменки в любом возрасте до 15 лет. Долго думали над названием турнира на самом деле. Есть и жемчужины, есть и русалочки. И как-то принцесс нет ни у кого. Так как на самом деле это очень красивый вид спорта, мы остановились на принцессе. И так как мы живем на замечательной русской реке Волги, то мы назвались «Принцессой Волги». Специальный приз зрительских и судейских симпатий за мастерство и грациозность так и называется «Принцесса Волги». В прошлом году его получила самарчанка Александра Быкова. А на днях еще и именную премию губернатора Самарской области за достижения в спорте. Сейчас очень большая конкуренция. В соло я должна встать на птилистал, но до этого мы надеемся, что мы встанем тоже на птилистал и займем. Почетно нет. Удастся ли самарским синхронисткам достичь поставленных целей и получить заслуженные награды, болельщики узнают в последний день турнира. В воскресенье в бассейне Технического университета на Лукачева, 29. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok